здравствуйте меня зовут александра паснова я рада приветствовать вас на моем канале закоренела цветочник сегодня наш ролик посвящен гипоэстасом по буквам скажу потому что растение не такой частое как хотелось бы хотя она очень неприхотливая называется ноги по стс и так что такое гипоэстас это такой травянистый кустарничек здесь у нас в миксе пришло 5 сортов отличаются они друг от друга как вы видите расцветкой листьев где-то больше зеленого где-то больше белого то есть принципе наверное это один и тот же сорт но вот так вот природа распорядилась что этому досталось больше зеленых красок этому белых вот такой вот красненький кустик честно не буду выпендриваться и говорить с умным видом как они называются эти сорта ну вот вот такие вот окраски у них как искал в начале ролика это травянистый кустарник абсолютно неприхотливый все что нужно ему для процветания для успешного роста это рассеянный яркий свет его конечно рекомендуют на южное окно в том числе но вот по моей практике ему жарковато то есть у него при жарком лете при плюс 30 когда солнце прямо шпарит появляются ожоги на листьях поэтому оптимально восточное западное окно юго-запад юго-восток ну если южное то когда прямо такие жаркие жаркие дни вы лучше притенять что нужно знать о нем для того чтобы с ним завести дружбу на долгие годы вот он приходит в такой у нас восьмерочки это в принципе наверное единственный размер хотя возможно бывает чуть больше горшках но вот этот размер самый распространенный для него и высота у него заявлены садовниками где-то 15 сантиметров ну помним да что садовники заявляют высоту от дна горшка до самой верхней точки растения которые они меряют и таким образом поднимая листики и мерят по самой 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 высокой ну вот наверное так сантиметров 15 будет растение цветущая если так можно сказать то есть она цветет такими маленькими маленькими невзрачными цветочками большими похожими на колоски если не ошибаюсь не все время были но так вот навскидку не вспомню полив обильный для не он как бы терпит конечно вам пересушивание но для него это губительно потому что он может сбросить листву он ее наберет со временем она уже будет не такая крупная возможно и яркая как было изначально поэтому лучше не издеваться над ним и поливать его обильно причина простая листики очень тонкие соответственно влага в нем не задерживается и если вы раз в неделю будете его проливать и не будет при этом очень жарко дома и и шпарить на него солнце ему будет это достаточно опрыскивать его хотите опрыскивайте хотите нет она не прихотлива растяну может в любом помещении ну по крайней мере пока ну вот маленькая на что хотела бы обратить внимание так как растение очень красочно ярко они хорошо смотрятся вместе если вы собираете коллекцию сажаете в один горшок у вас будет вот такая вот прямо разноцветная клумба радующие глаз и если на них долго смотреть честно просто начинает аж резать глаза от яркости листьев то есть они настолько флуоресцентные какие-то краски то есть природа явно не пожалела ни фантазии не красочности раскрашиваете растения вот мне кажется это тоже прям такое медитативное состояние разглядывать кстати вот где-то мне встречался интернете такое описание яркие веснушки на листьях но можно в принципе так сказать это очень поэтично красиво и как-то празднично радостно кустарничек наш вырастает при должном уходе до 40 сантиметров что нужно помнить чтобы он был не просто высоким у вас но еще и пышным его нужно прищипывать для чего это делается если вы не будете прищипывать еще периодически будете забывать его полить его не будто сыпаться листья у вас будут просто голые стебли сверху шапка и вернуть его в состоянии такой пышности будет проблематично поэтому периодически его прищипывать и каким образом это делается если мы внимательно посмотрим то в пазухах листьев у него пробиваются новые отростки я думаю что это вот хорошо видно вот новые побеги такие вот идут поэтому если мы возьмем а вот здесь прищипнем у нас вместо одной ветки пойдет две таким образом прищипывая его регулярно вы добьетесь того что у вас кустик будет расти планомерно и он будет при этом все пышнее 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 это важно поскольку но опять же от основы с на личном опыте могу сказать что гипоэстес у которых части листов нет выглядит несколько печально он лысоват это кстати касается не только гипоэстесов но и таких растений как пахистахис например если или мирт если вы вовремя его не обрезаете кстати ролик про мирт у нас есть на канале если интересно обязательно посмотрите есть растение которые требуют формовки то есть прищипывание обрезки своевременной это дает и более пышную крону в принципе в офисах я не встречала их возможно потому что они слишком такие шаловливые что ли растение то есть они не настраивают на рабочий лад до в отличие там от тех же змеокулькасов которые со строгостью офисную прям жильцы то эти такие веселенькие цветочки не знаю больше похоже на колеусы на клумбик которые растут и они конечно не настраивают на рабочий лад но тем не менее если вам оно понравилось если у вас есть яркий рассеянный свет в офисе вы можете взять себе и сделать композицию ну по крайней мере если не за не гипоэстесов то с участием каких-то других растений растение очень дружелюбно я рекомендую брать его как начинающим цветоводом так и опытным цветоводом любителям помог кто хочет пополнить свою коллекцию кто любит лиственными на растения потому что как я говорил он кажется идет но эти цветы невзрачные все таки растение относится к декоративно-листинам круглогодично то есть у нее нет ярко выраженной сезонности после того как вы купили в магазине вы можете просить сразу в магазине пересадить подходящий горшок либо сразу после прихода домой сделать ему пересадку то есть у него нет периода когда ему нужно акклиматизировать или еще что повторюсь растение прям сорняк сорняк она очень неприхотлива что нужно помнить при пересадке мы берем горшок плюс два сантиметра к диаметру в котором сидит сейчас цветочек то есть если у нас восьмерочка мы подбираем к нему десяточку ни в коем случае не больше помним золотое правило цветоводства чем теснее корня тем пышнее у нас верхняя часть наземная что касается вредителей то опять же вот по своим личным наблюдением чаще всего он страдает от мучнистого червеца других заболеваний я на нем не обнаружила что еще мне нравится в нем если лист какой-то сломался там подсох покричневел пожух вы просто убираете и так как вы постоянно его прищипываете то у вас это не так заметно растение дает все новые новые побеги вот кстати смотрите пока вам рассказывал я обратила внимание что вот здесь у нас уже вот видите из этих пазух листьев полезли новые веточки с листиками и вот здесь и вот здесь ну то есть растение как бы кустица и и вот здесь ну то есть он таким пышным пышным кустиком будет расти когда она у вас выросла достаточно большое повторюсь она вырастает до 40 сантиметров в высоту возможно ему понадобится опора то есть такое тоже может быть поскольку листьев много стебельки тоненькие берем бамбуковые опоры либо делаем какие-то каркасы из проволоки ну так чтобы это было эстетично красиво и помогаем растению стоять в прямом состоянии если вы кстати не хотите чтобы она у вас вырастал таким большим пышным кустом просто постоянного прищипывать давайте расти если эти череночки которые вас щипнули поставите в воду то через какое-то время возможно у вас появятся крышки тогда можно посадить обновить растение вот собственно и все она не ядовито не обладает запахом соответственно его можно использовать в изменении детских комнат кухонь спален так как она небольшого размера и не будет бороться с вами за количество кислорода ночью растение универсальное дружелюбное практически ничем не болеет ну если на него вдруг не нападет мучнистый червец если он вдруг на него напал то вы знаете как с ним бороться я об этом неоднократно рассказывал на всякий случай повторю мы берем либо спиртовой раствор либо зеленое мыло и удаляем мучнистый червец там где мы можем на него дотянуться достать как правило он виден в случае с гипоэстезом он селится либо на стебельках либо в пазухах листьев аккуратно убираем и любым инсектицидом по схеме травим собственно вот и все если есть возможность вынести в летний период его на улицу обязательно ей воспользуйтесь растение вас отблагодарит поскольку вы ему немножко укрепить иммунитет за счет свежего воздуха и солнечных живых лучей надеюсь рассказала все если у вас появились вопросы либо если вы дружите с этим цветком и я о чем-то не рассказала о чем знаете лично вы я вас очень прошу поделитесь этим в комментариях поскольку все знать невозможно я благодарна буду тем людям кто занимается ими кто-то наблюдать за ними долгие годы у себя дома они у меня жили но это там один-два года не более того причина была простая все время забывал их поливать и поэтому не понаслышке говорю что обильный полив для них очень очень важен чтобы они не теряли свою декоративность при этом растение очень живучие и вы можете про него забывать ставить его на солнце если вы его будете ну как вспомнили про него полили прищипнули она тут же отвечает благодарностью на оказанное внимание начинает расти интенсивно и радовать ваш взгляд очень мы любим использовать его в различных композициях мини садах поскольку она вообще просто декоративно безупречно неприхотливо и прекрасно уживается с любыми другими видами растений кроме тех которые обладают сильной корневой системой могут отбирать ту воду которая предназначена для всех тянуть на себя допустим с хлорофитумами не советую сажать ну и с аспарагусами тоже поэтому мы берем их с хоризолидокарпусами с хамидареями с драценами ну то есть вот с теми растениями у которых схожи с не полив и освещенность яркий рассеянный свет обильный полив раз в неделю опрыскивание по мере необходимости очень надеюсь что вы обратите на них свое внимание и у кого-то из вас они появятся домашней коллекции если вы еще не подписаны на мой канал обязательно сделайте это не забывайте задавать вопросы делиться своими личными наблюдениями в комментариях мне это очень приятно что вы меня внимательно смотрите и даете мне обратную связь спасибо что были со мной до новых встреч